Привет, ребята! Я придумал новый проект. Появился в этом году у меня мобильный интернет неограниченный. Я его проверял, действительно ли он неограниченный, потому что говорят люди, ну ты там 100 гигабайт закачаешь или 50 тебе начнут там резать торренты. Нет, вот здесь вот ничего не начали резать. Ну так и должно было быть. Это тариф для фирм корпоративный. Лазурит называется, по-моему, через зону. Людям не продается, продается этим посредникам-дилерам. Они продают просто сим-карты. Там от 1000 до 2000, по-моему, стоит сама сим-карта. Неплохой тариф. Хороший даже, я бы сказал. Там еще какие-то звонки есть, но я не звоню. Что-то там, причем прилично минут, то ли 300 минут. Вообще их не трачу. Некуда звонить. Куда мне звонить? Ибо через интернет. Бывает иногда нужно людям позвонить, но она стоит в модеме, то есть мне надо вытаскивать ее в телефон, вставлять. Ну, постояк в модеме, чтобы раздавать и на другие устройства. Вот, в общем, тариф скачаешь сколько хочешь, но я ничего не качаю много. Как говорят, вот у человека появилось, и он весь интернет скачал. Нет. Это надо сидеть с утра до ночи, качать, торренты ставить, убирать, потом новые ставить. Скачал немножко фильмов. Все, видео еще смотрел. И вот сколько получается. Около 300 гигабайт в месяц. Такое, ну как я сказал, иногда фильмы скачиваю и смотрю ролики. Тоже не круглые сутки, там где-то роликов может быть 10 в день. Разрешение, конечно, я ставлю нормальное, 720 или 1080. То есть можно было бы и больше качать, но мне хватает. То есть вот такой вот объем получается. То есть то, что дают, сколько там дают, 5-10 гигабайт. Ну, в теле 2 я видел, там предлагают 30, то это на месяц. То это просто ни в какие ворота не лезет вообще. Вот такое у меня потребление. Ну, тут как бы этот расход найдет на ролике, еще у меня есть сеть. Ну, открыт этот Wi-Fi, при этом сеть гостевая. Там скорость урезана, естественно. Может там немножко кто-то качает, но 1 мегабит я сделал гостевую сеть. То есть людям каким-то еще раздаю. Ну, что все должны люди делать? Вести открывать свои... даже своим маленьким трафиком надо раздавать людям. Это, конечно, опасно. Там люди могут через твой IP выйти, но ничего не поделаешь. Да, на этом надо делиться, и точки должны быть бесплатные. Но по городу фактически их нет. Wi-Fi сеть, free Wi-Fi и туфта полная. Она все время забита. У меня отдельный ролик про это есть. Сейчас я про этот эксперимент хотел сказать. Он начался вот недавно, вот месяц-два. Все отлично идет. Скорость у меня на скачивания от 7 до 20 мегабит. Отдача. Ну, вечером, как обычно, меньше. То же самое, где-то 7 и до там 8-9. Практически не меняется на отдачу. Отдача, ну, не падает до вечера. Ну, 6 вечера, там, ну, утром там 9 мегабит отдача. Фактически одно и то же. А вот это прыгает от 7 до 20, иногда более 25 даже на скачивание. Ну, люди, видно, качают и падает. Но я поставил модем в зону не очень хорошего приема. Ну, потому что нужно к окошку, там, где обычно со стороны окна открыта, антенна там где-то стоит, туда ты выставляешь и скорость больше. Но роутер у меня стоит посередине в таком месте. За стенкой еще не в очень идеальном месте. Ну, более-менее. Исходящая, конечно, скорость меня напрягает. То есть, получается 1 мегабайт, когда надо мне выкачать, закачать в интернет, то 1 мегабайт, 8 мегабит. Это напряг, если ролик, мегабайт 700. Приходится немного ждать. Больше я пока не могу получить. А скачивание устраивает прям полностью. 15-20. Вообще, качаю нормально даже фильмы. То есть, может вполне мобильный заменить кабель. Если вот такие вот расходы трафика. Ну, конечно, поудобнее по кабелю. Там от 50 до 100 мегабит всегда стабильно. Ну, вот интересно было попробовать именно мобильный. Хотя, ну, дома у меня, естественно, кабель есть. Но надо же вперед двигаться. Так что пробуйте, если кому нужно. Так можно сделать. Может быть, у вас скорость будет больше, меньше. Все-таки скорость уже здесь решающее значение имеет. И если будет меньше скорость 10 мегабит скачивания и отдача, то будет херня какая-то. Вы уже ничего не сможете делать. Не видео качать, не эфир свой сделать. Но опять же, ищите место, антенну. Цепляйте. У меня есть маленькая антенна. Но можно и больше антенну брать и к окошку приставлять. Пока что я не пробовал. Может быть, попробую даже побольше антенну, чтобы сходящий канал поднять. Ну, так что всегда есть что поделать. Всех провайдеров проводных я перепробовал. Теперь сотовых. Сейчас у меня два вот этих сотовых есть. У второй слабее. По-моему, явно слабее у него скорость. Не особо хочется его даже тестировать. Это Теледва, Ростелеком. Так бы я всех потестировал. Но это опять траты. Какие-то финансовые сим-карты покупать этих оставшихся. Пока не охота. Как хватает этих двух. Ну, на этом все. Это был опыт по замене проводного интернет мобильным. Естественно, это 4G. Четвертое поколение. Я забыл сказать. Только 4G. Исходящий канал дает. В 3G есть входящая скорость. 10-20 мегабит. Но исходящего там нет вообще. Очень маленький. Так. Ну, трафик я вот сказал. Объем около 300. Здесь можно смотреть еще. Что за компьютеры качали. На этом все. Пока. Подписывайтесь. И эти гостевые сети на своих роутерах тоже открывайте. Потому что практически нету этих сетей открытых. Все плохо себя ведут. Но открывать естественно можно, когда ты ставишь ограниченную полосу пропускания. Если ты откроешь на весь свой канал, то тебе будут мешать самому качать. Все. Пока. Пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok